И вот, наконец-то я решилась попробовать нанести пептидную маску, которую мне прислали на обзор. Я вам показывала в одном из блогов, вот как она называется, с пептидами, сказочная маска. Уже все блогеры попробовали, уже дали свое мнение, Лена еще не попробовала, поэтому давайте будем пробовать, а потом я отвечу на ваши вопросы, делала ли подтяжку, потому что многие мне пишут, да конечно, ты там наколола ботокс, туда-то, сюда-то, один год колешь туда-то, другой колешь туда-то, вот потом вам по-честному все расскажу. Но говорят, вот эта масочка заменяет боток лучше ботокса, потому что пептиды, я ее уже вам показывала, но покажу еще раз. Здесь вот такая кисточка, здесь карточка от Organic is Box, которую мне прислали, для молодых душ написано, но потом я оставлю ссылочки, если кто-то хочет попробовать тоже. Здесь у нас на сколько, на 8 дней, эта программа почти на целый месяц или на полмесяца, там написано, можно 2 раза в неделю делать эту масочку, и здесь вот такой контейнер, сейчас я его достану, покажу, под минуточку, и капсула смешиваешь, это все вместе, наносишь на 30 минут, больше не надо, на очищенное лицо, и потом смотришь, разговаривать ни в коем случае нельзя, чтобы не заложились морщины, и смотреть, конечно, чтобы не было раздражения, если будет покраснение, сильное раздражение, сразу же эту маску смывать, потому что она достаточно сильная, и кисточка, давайте все будем делать. Да, я нанесу, вам лицо покажу, вы не пугайтесь, но разговаривать не буду, потому что нельзя, потом дам свое мнение. И еще там шел крем, вот этот крем, увлажняющий, тоже с пептидами, его наносить сразу после маски. Я его уже тоже показывала, но покажу еще раз. Ну что, смешиваем. Хорошенечко перемешиваем и наносим на 30 минут. Маска чуть-чуть поменяла цвет, стала какая-то вот такая бежевая. Надеюсь, что это нормально. Я разговаривать не буду, там, говорят, даже мурашки под кожей бегают и губы выворачивают. Лишь бы мужа не испугать. Субтитры сделал DimaTorzok Не выдержала я 30 минут, понеслась смывать маску, наверное, где-то минут около 20, потому что все так сжало, что мне показалось, что лицо скоро, не знаю, лопнет. И поэтому я побыстрее побежала смывать. Лицо сейчас пока все красное. Будем надеяться, что это по-быстрому пройдет. Сейчас нанесу крем, покажу вам крем. Подтяжка видна, но ощущения такие достаточно сильные. Сейчас буду ждать, пока это все пройдет. И потом вам расскажу. Да, что было. Очень сильно начала сжимать. Было сжжение. И чувствовалось, как кровь, так, тынь-тынь-тынь, как будто пульс. Ну вот. Пойдемте, покажу крем. Вот этот крем с пептидами, который нужно нанести с рогаза уже после масочки. Он такой гелевый и запах у него приятный достаточно. Ну вот. Я маленький в таком стрессе, потому что у меня такой маски ни разу не было. Посмотрим на эффект. Вот такой прям нежный-нежный. Ну вот, мои хорошие, показываю результат от масочки. Лицо такое натянутое, как яблочко. Смотрите. Видно вам результат. Я, конечно, нанесла уже увлажняющий крем, который вам показала. Нанесла свой тональный крем. И результат. Так ничего. Конечно, морщинки еще не ушли. Но я сделала только один раз. Там написано накопительный эффект. Можно делать 2-3 раза в неделю. Но 2-3 раза в неделю я, наверное, ну, может быть, 2 попробую сделать. А так я хочу один раз в неделю. И очень хорошо такую маску делать перед каким-нибудь выходом. Перед каким-то мероприятием. Или... Давайте я вам все покажу по-честному. Пятнышки, конечно, не ушли с первого раза. Там написано, она еще и осветляет. Ну, в принципе, результат мне очень понравился. Например, перед днем годом, перед днем рождения. Я не знаю, сколько будет эффект сохраняться этого ботекса. В кавычках. Ну, и да. И на вопрос давайте отвечу. Меня спрашивали, Лена, делала ты боток, сделала уколы красоты? Многие пишут, когда я натуральные маски показываю. Я люблю очень свои натуральные маски. Они мне помогают. Эта маска тоже хорошая. Но все-таки она не 100% натуральная. Там есть очень много различных натуральных ингредиентов. Но есть и ненатуральные ингредиенты. Я делаю свои масочки, которые на канале Экономная Северячка во Франции. Посмотрите, маски с крафтмалом. И прорекламировала свой канал тоже. Поэтому у меня сегодня две рекламы. Маски рекламы и своего канала. Но я с вами все по-честному. И я буду... Я бы так, знаете, если куда-то выходить и какое-то предприятие, то бы я сделала эту маску. А в принципе, я делаю натуральные свои масочки. И вы меня спрашивали, делала ли я ботекс или уколы красоты? Никогда не делала, ни разу в жизни. Хотела ли попробовать? Как все женщины были у меня такие мысли. Попробуйте. Даже я знаю док двух врачей. У нас это дерматолог и женералист, который делает. То есть семейный врач, который делает укол красоты. Я сильно хотела вот в эти морщинки. Честно вам скажу. Здесь у меня тоже есть морщины. Может быть, телефон так и не показывает. Но есть морщинки вот здесь и вот здесь. Пришла к своему семейному доктору. Он сказал, Лена, тебе не надо, рано. Зачем тебе такие деньги платить? У тебя не глубокие морщины. Пошла к специалисту, к другому, два года назад. Сказала, ну тоже еще подождите. Можно сделать там какой-то пилинг. Ну вот сейчас у меня эта маска. Поделаю эту маску. Потом еще с вами раз поделюсь. Ссылка на маску будет в инфобоксе. Если кто-то захочет попробовать, то страшновато чуть-чуть. Но эффект вот, сами увидите, какой эффект. Ну а так, как мой муж относится к уколам красоты. Я уже много-много раз рассказывала. Но есть новенькие, которые спрашивают. Лена, как твой муж к ботоксу. Он, ну вообще моя семья вся против. Даниэль против. Сестра Александра против. Мы тут с ней смеяемся. Я говорю, я пойду на день рождения, сделаю себе уколы. Вот сюда. Она говорит, Лена, начнешь, не закончишь. Будешь столько денег платить, что не надо. Вот, купи лучше гиалуроновую кислоту хорошую. Она говорит, я пропиваю. И правда, гиалуронка работает лучше, натуральная в биомагазине, чем коллаген. Вот на коже работает лучше. Но я предпочитаю еще и питание, и позитив, и воздух, и спорт, и йогу, и тогда. И вот масочку можно иногда сделать. Тогда все топ. Вот так. Пишите в комментариях, кто из вас пробовала эту маску. Так как ее блогеры уже рекламировали, может быть, кто-то купил и попробовал. Может быть, кому-то подарили, прислали на обзор, как и мне. И пишите в комментариях, кто делал уколы корототы, ботекс. Потому что есть, конечно, очень многих блогеров, такие красивые. Они постоянно занимаются своим лицом и делают все это. Есть сейчас уже очень-очень такие, знаете, раньше, если было это все ненатурально, как мой муж говорит, не, я не буду с утенком жить. Он мне всегда смеется по-французски. Мне утенок не нужен. Ну, потому что губы там накачаны и все. А сейчас, мне кажется, все более-более становится натуральное и красивое. Я не знаю, я никогда не делала. И не могу сказать, за против. По ингредиентам, конечно, меня беспокоит, если там какая-то синтетика или еще что-то. А вот картинка, наверное, с возрастом красива. Так что так. Ну, ладно. Мне уже почти... Может, когда это видео выйдет, исполнится 46 лет, сойдет и так. Правда же, мой хороший? Вот маска помогла. Поможет. Продолжение следует...